Здравствуйте, Егор! Расскажите, пожалуйста, об идее, которая легла в основном создания данной коллекции. Ну, идея вся... Была папина коллекция, большая, красивая. Я в этом сезоне решил заниматься немножко другими проектами, то есть не делать коллекцию сезонную. А потом я говорю, папа, ты не против, если я эти вещей шесть туда ярких подброшу? Говорю, давай, с радостью. То есть он мне как бы дал добро, и как и 30 лет назад, когда я только пришел, был студентом, пришел в дом и делал в его коллекции отдельные блоки, мужской одежды, там какой-то спортивный. Вот так же сейчас вот получилось, как и много-много лет назад. Вот чтобы создать шедевр, конечно же, нужно вдохновение. А как вы находитесь в своем вдохновении? Я в работе, в музыке, в новостях, в детях, в людях. В людях в отношениях, скорее всего. Вот. Все вокруг нас не нужно никуда. Кто-то говорит, я побыл там на Гималаях, там что-то еще. Не знаю, я вот дом, работа, транспорт, детский сад, школа. Вдохновение внутри себя, то есть каждый человек рожден как божественное создание. А как вы считаете, это мода управляет людьми или все-таки человек управляет модой? Конечно, человек управляет модой, а через моду управляет другими людьми. А ваш прогноз о том, какой будет эта неделя моды? Я думаю, она должна быть очень оптимистичной и насыщенной, и мощной. Потому что в кризис как раз отпадают, скажем так, более слабые игроки. А те, кто силен, я не беру финансово, а именно духом, те, наоборот, в кризисе имеют возможность себя проявить. И чтобы быть лучшим, и чтобы тебя покупали, замечали, естественно, все прилагают какие-то для этого усилия. Поэтому, я думаю, здесь будет много открытий и сильных коллекций. А что бы вы пожелали нашим зрителям? Зрителям, ну, во-первых, вдохновение, о чем мы говорили, да. И, конечно, хорошо одеваться, не обязательно модно, но то стильно, то, как им, как сказать, диктует наш дизайнер отечественный. Спасибо большое.